Всем привет! Тем, кто смотрит наш канал. Спасибо за просмотр. Сегодня мне захотелось записать интересное видео. Как обычно, тема приходит сама собой. Просто в последние дни я пообщалась с несколькими людьми. И была такая тема. Кто-то мне говорил, что очень хочет лошадь, не знает где купить. И что у кого-то нет совсем финансов. А есть, допустим, место, где держать сено. А денег на лошадь нет. Другие люди возмущались, на какие же деньги вы берете своих животных. Или на какие деньги вообще покупать такое количество животных. И что-то после всего этого мне пришла такая идея. Может быть, кто не знает, рассказать об этом. Ну или просто поделиться, как это происходит у меня и у многих моих знакомых, кого я знаю. Хочу рассказать о том, каких животных можно бесплатно завести в деревне. То есть, это не кошка и не рыбка, и не черепашка. А как завести лошадь, как завести коз или еще каких-то продуктивных животных. Попытаюсь кратко рассказать, кого отдают бесплатно на условиях, какие должны быть условия. И кого точно бесплатно взять не получится. Я, как обычно, все записала. В каких случаях можно получить животных бесплатно? Например, лошадей или коз. В таких случаях, если у вас есть какая-то группа или ютуб-канал, где люди могут на вас посмотреть и точно проверить, чем вы занимаетесь. Потому что любимое животное люди не отдадут. Даже если им его некуда девать, обычно, когда коз или лошади отдают, то значит, либо нет кормов, либо нет возможности содержать. Но все равно люди до последнего стараются и ищут хороших людей. То есть люди должны быть уверены. Либо узнают по знакомым, либо могут даже приехать к вам в гости и узнать, точно ли вы можете содержать этих животных. То есть если у вас есть много земли, то есть не 5 соток и не 10. Если у вас есть возможность выпаса, это большой плюс. Если у вас есть возможность заготавливать сено самим. или у вас нет никого, ну или допустим пони, или старенькая лошадка, и вот вы ищете компаньона, вторую лошадь. То есть у вас уже есть опыт, где вы можете купить сено. Ну то есть не пустой мозг о том, что я хочу тупо лошадь, и вот мне ее привезут, и где мне взять сено, овес и так далее. То есть люди должны знать, что у вас уже есть опыт содержания лошадей, воспитания и так далее. Никогда не отдадут лошадь бесплатно, если у вас вообще нет опыта. Но я никогда о таком не слышала. Может быть это если родственники какие-то, но я говорю именно о дарении животных людям незнакомым, которые вообще вас не знали ранее. Вы только что познакомились лично или в интернете, и вот начали общаться. То есть вы друг друга не знали. Поэтому без опыта вам лошадь никогда не дадут. Плюсы я уже перечислила. Это большое количество земли, ну хотя бы 50 соток или 1 гектар. И чем больше, тем лучше выпас. Большое значение еще имеет ветеринарное образование, допустим. В моем случае это большой плюс, потому что часто я забираю животных, которые либо очень маленькие, то есть их нужно выкармливать, нужно иметь опыт, либо с какими-то заболеваниями истощенные, ну и так далее, которых нужно лечить. Поэтому ветеринарный опыт и образование тоже имеет большой плюс в этом деле. Что еще могу сказать по лошадям? А можно взять и жеребца, и кобылу? То есть сейчас настолько большой выбор, что можно даже выбирать. Можно взять или мерина, можно взять кобылу, потом можно к этому взять жеребца. Я, конечно, никого не призываю, то есть вот бесплатно раздают, взять и там начать разводить. Но в принципе, если у вас есть возможность, почему бы нет? То есть на самом деле сейчас рынок лошадей настолько переполнен, и настолько уже, я не знаю, развелась эта тема дарения лошадей, потому что люди не хотят покупать старых животных или покалеченных. То есть сейчас уже медицина ветеринарная достигла такого уровня, что после переломов или серьезных каких-то травм лошади восстанавливаются, но становятся недееспособны в физическом плане, спортивным. То есть на них нельзя будет прыгать, заниматься спортом, но они могут быть другом, они могут быть как газонокосилка у вас в подарок к вашей же старушке, допустим, или пони, чтобы не было скучно, допустим, в вашей одной лошади. Ну или как матка, то есть это лошадь, которую вы можете покрыть, получать жеребят, но не можете ездить верхом. Ему еще очень часто отдают лошадей с хоббл, это эмфизема. Можете почитать, что это такое, сейчас об этом не буду говорить. Это болезнь, которая требует лечения на большой протяженности времени. Это, ну, бывает, что ты лечишь до самой смерти животное всю жизнь, пока она даже не умрет именно по этой же причине. В общем, не буду начинать говорить об этой болезни. Ну, то есть есть животные, которых нужно тоже в лечении поддерживать, а есть и те, которые ничего не нужно делать, просто она может, допустим, рожать, а вы можете на ней шажком прогуливаться. Ну, то есть и то, и то является плюсом, но чаще всего таких лошадей никто не хочет покупать, ну, потому что, чтобы это не было обузой, поэтому их дарят. А в том числе касается жеребцов, то есть много отдают жеребцов производителей, производителей, которые могут производить, но не имеют физической, опять же, способности, способности физической не имеют, вот, но производительные качества у них рабочие. Все я, по-моему, сказала про лошадей. Кого еще отдают бесплатно? Еще отдают бесплатно коз. Не сказала еще о том, что когда вы берете бесплатно лошадей, опять же, я уже записывала видео, как можно заработать на лошаде. То есть от нее вы можете продать навоз, может быть, раз в недельку покатать ребенка, а ничего страшного этого нет. Но еще и отдают коз. То есть даже, ну, взрослых, хороших, и породистых, и беспородных, и дойных отдают, и козлят. Но больше всего, конечно, поражает то, что можно взять бесплатно породистых коз. Да, действительно, это так. И в моем хозяйстве тоже есть козы, которые практически бесплатно мне достались, ну, там, в обмен на что-то незначительное. Опять же, играет роль ваш опыт. То есть если ты берешь животное, которое нужно доить, если ты берешь животное, у которого есть рубец, то есть необычный желудочно-кишечный тракт с преджелудками, ну, то есть, которое в случае неправильного кормления или ухода может потребоваться срочная ветеринарная помощь. Ну, я считаю, что козы все равно, особенно чем породистые, они требуют тоже хорошего ухода. И чем больше дают молока, естественно. Те же требования, в принципе, у людей, то есть чем лучше коза, чем человек ответственнее подходит к выращиванию своих животных, тот человек, который вам подарит животное, тот будет проверять, опять же, руки. Ну, то есть, помимо того, что у вас должна быть земля, тоже, опять же, опыт хотя бы небольшой, возможность, ну, покупать сено или заготавливать. Нужно еще, конечно же, быть благодарным человеку за это, потому что козы – это продуктивные животные, то есть мы можем козу покрыть, мы можем получить козлят, которых мы можем продать, и получить мясо, получить молоко, сыр, а молоко и сыр мы можем тоже продать. Ну, то есть, это прямое продуктивное животное. И если его вам подарили, я считаю, нужно быть благодарным. Вот, опять же, возвращаюсь к тому, что коз дарят как женского, так и мужского пола. То есть, если вы захотите заниматься козами, у вас все есть, но нет вот этой суммы, да, то есть возможность взять и козла, и козу. Естественно, это будет из разных семей, но не стоит сразу поднимать нос, что вот, значит, я буду искать породистых. Нет, начните с беспородных, с каких-то невзрачных. Попробуйте сначала понять, что такое взять вот это животное бесплатно, поблагодарить как-то людей. Вот, а потом обязательно подвернется случай с такими животными, какими вы хотите. Помимо бесплатно, отдают часто за мешок зерна или за мешок овощей, то есть совершенно за какие-то незначительные вещи, которые у вас, возможно, стоят, и вы их недорого взяли или совершенно там, ну, бесплатно, допустим, овощи вырастили, вы отдадите и получите животное, которое стоит нормальных денег. Это реально, и это происходит, и это есть, в общем-то. Вот. Что касается лошадей и коз, это животные, к которым люди привязываются, и поэтому надо быть готовым к тому, что люди, которые вам отдали, они будут у вас спрашивать, как у них дела, спрашивать фотографии, видео, возможно, приезжать в гости. Не надо закрываться, конечно, нужно и делиться, и фото, и видео. Людям тоже интересно, особенно это касается лошадей, потому что лошадей, когда дарят, обычно отрывают от сердца, ну, чаще всего. Конечно, им интересно, что происходит с их лошадью. И когда берете таких животных, нужно понимать, что вы берете тоже ответственность, я так считаю, перед теми людьми, которым вам подарили этих животных, которые могли бы продать, но они вам подарили. И не нужно доводить животных до состояния истощения, какого-то патологического болезненного состояния, до вшей, не знаю, глистов, то есть до какого-то шокового, ужасного состояния, чтобы не было потом, что оказывается, вы животных не кормите, не имеете опыта, и просто в итоге попадете в черный список, и вам больше никогда никто ничего не подарит. Вот. Поэтому, если берете, значит, делайте все правильно. Какие животные еще? Можно. Ну, собаку это понятно, собаку можно взять везде, причем породистую собаку. Я вот недавно узнала, что, оказывается, есть в Одноклассниках и ВКонтакте группа, форум бесплатных и породистых собак. Я была в шоке, там собаки всех пород. Причем там щенки тоже есть, породистых собак, и кавказские овчарки, и алабаи, и гончие, и борзые, и вообще все, вообще все, и маламутые, ну, хасок-то понятно. Ну, в общем, про собак-то и смысл я не буду говорить. А, кстати, у лошадей я ни разу не видела, чтобы отдавали пони. Вот. Видимо, пони это такой серьезный товар, его всегда можно продать. Никогда не видела, чтобы пони отдавали. Отдают осликов. Вот. Видела осликов несколько раз. Кто-то тоже после переломов, и так далее, но тоже ничего, если кому-то надо в компании или для ребенка, отдают. То есть, просто ухаживайте, ухаживайте, кормите, любите, а вам просто его подарят. Что еще можно получить в подарок? Можно получить птицу и кроликов. А кроликов можно получить от добрых людей. Ну, есть люди тоже, которые разводят кроликов, а мы все знаем, что они рожают по многу, и для тех, кто их разводит, будет совершенно не жалко, и даже мне было бы не жалко, если бы я разводила кроликов, подарить 2-3 штучки маленьких крольчат человеку, который хочет. То есть, достаточно просто у кого-то об этом спросить или с кем-то общаться в какой-то животноводческой группе, и обязательно увидите, что дарят кроликов. Опять же, за какие-то совершенно копейки можно их получить на мясо, бесплатно можно получить, и декоративных так вообще, то есть, дарят постоянно. Но я сейчас говорю прямо о сельхоз животных. Вот, и опять, единственное, это нужно быть благодарным человеку, можно благодарить чем-то другим, если, то есть, нет большой суммы денег, даже какие-то конфеты к чаю. то есть, главное, уметь их вырастить, чтобы у вас была клетка и так далее, корма. А так, можно получить их в подарок, пожалуйста, откормить, там, через несколько месяцев можно съесть или оставить на племя. И уже, получается, потом производить мясо для себя. Еще можно получить в подарок несушек. Но это будут такие несушки, нужно, конечно, учесть, что это будут не прям породистые какие-то птицы, молодые, то есть, несушки обычно старые. Я сама предлагала несушек, когда они у меня были, то есть, чтобы их не рубить, им просто полтора года было или два, я предлагала, возьмите там, вот. Одни люди не взяли в итоге, хотя я очень предлагала, возьмите две несушки. Просто там мяса мало, они еще могли бы годик точно понестись. Так что, очень многие люди предлагают несушек, просто не хотят убивать. А птенцов тоже предлагают. Лично мне тоже подарили в этом году утят, но я дура их не уберегла, вот, маленьких утят. Так что, такое тоже бывает. Кратко скажу, что точно не дарит. Точно не дарит коров, ну, потому что их всегда можно сдать, естественно, и, ну, это считается ценным продуктом в деревне, его либо сдают, либо что. Наверное, только знакомые дарят корову друг другу, там, телят, но, естественно, незнакомые люди корову не подарят. Я такое никогда не видела, мне такое никогда не предлагали, и так далее. Что еще? Ну, естественно, дорогую птицу вам тоже не подарят. ну, это индюки, не знаю, гуси может, ну, то есть, это может быть уже подросшая, птица индюков точно не подарит, незнакомые люди. Я такого не встречала. Вот. все, наверное, что я хотела сказать. Еще раз напомню, что очень много добрых людей на свете дарят животных просто так, требуя взамен всего лишь доброту, ласку и ответственность за этих животных, которые вы берете. Всегда надо быть благодарным. Я постоянно людям говорю спасибо, тем, кто что-то подарил, особенно животных. И вам советую. Вот. А у нас вечер. Мы скоро будем ложиться спать. Желаю вам приятного просмотра всех наших роликов. Надеюсь, это видео кому-то пригодится и пригодилось. Задавайте вопросы. Если что, ответим. Пока!